добрый день сегодня сорок восьмой выпуск передачи слушаем и с вами Лара Шум у меня есть огромное желание поделиться с вами прекрасной чудесной притчей которая называется представление о себе но не просто поделиться а попросить вас в конце притчи сделать домашнее задание попрошу вас сейчас приготовить тетрадку и ручку и прописать то что я вам скажу по окончании притчи вы все равно сейчас меня слушаете так давайте мы с вами сделаем все полностью не откладывая на завтра этот ролик будет идти 25 минут и вы успеете прописать ответы на те вопросы которые я задам если вы согласны берите тетрадку и ручку пока вы это делаете я вас попрошу подписаться на мой канал поставить лайк и рассказать своей любимой соцсети об этом ролике вдруг он кому-то будет полезен пригодится ну что ж я думаю вы уже готовы итак начнем нашу передачу с прекрасной притчи в большом лесу на солнечной поляне росла единственная на весь лес дикая яблонька каждый год на ее ветвях созревало множество яблок который хватало всем зверям яблоки и и не были большими сладкими и ароматными но для диких животных приходивших конце лета со всего леса чтобы полакомиться ими их вкус был самым лучшим ведь других яблок они никогда не пробовали но яблонька не чувствовала радости и удовлетворения а однажды весной она загрустила но зачем мне стараться зачем цвести и плодоносить ведь еще много других яблонь чьи яблоки и больше и красивее и ароматнее и слаще моих из-за уныния этой весной она не зацвела когда пришло время созревания плодов на ней конечно же не оказалось ни единого яблочка напрасно звери приходили к ней в поисках яблок все было тщетно даже их жалобные стоны не помогали ночью плохо спалось яблоньки снился и грустный господь что с тобой спросила его яблонька чего то грустишь может я могу что-то для тебя сделать хотя что я могу я же дикая ты могла но не сделала но что в этом году ты не цвела и не приносила плодов тем самым лишив пчел нектара и пыльцы животных яблок о себя возможности сделать добро но ведь мои яблоки маленькие кислые не ароматные возразила яблонька не лучше лишь чтобы животные питались яблоками получше моих может быть так было бы и лучше но в лесу нет других яблок и некому больше кормить лесных обитателей плодами которые кажутся им самыми лучшими тем более что люди не накормят их не впустят свои сады яблонька проснулась целый день и ночь она думала над словами господа а наутро случилось чудо яблонька зацвела такого никто раньше не видел чтобы эти деревья цвели в конце лета на это зрелище пришли посмотреть многие жители леса и даже пчелы были привлечены и и ароматным нарядом а поздняя осенью она все-таки порадовала своих друзей яблоками вот такая интересная притча которая называется представление себе я думаю каждый из вас вынес из этой притчи что-то полезное для себя но чтобы мы закрепили материал я предлагаю сделать с вами задание прописать ответы на три вопроса и так записываем вопрос 1 как нам помогают или мешают представление о себе самом как нам помогают или мешают представление о себе самом вопрос номер два что укрепляет твою самооценку пропиши это обязательно пожалуйста и затем пользуйся этой шпаргалкой и когда твоя самооценка будет на нуле ты сможешь ее смело поднимать а что ослабляет твою самооценку это будет вопрос 3 что ослабляет твою самооценку тоже обязательно пропиши для того чтобы знать и соответственно владея информацией ты побеждаешь самого себя не дашь себе понизить самооценку сейчас я закончу говорить чуть-чуть прибавлю звук музыки и там тебе возможность побыть самим собой если тебе понравился этот выпуск напиши в комментариях лара я сделал домашнее задание я ответил на все вопросы это будет самая лучшая благодарность которую я бы хотела получить от вас ну что ж хорошего вам дня дорогие мои до свидания и до новых встреч каждый четверг в 19.30 цикл передач слушаем у вас в Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok